Это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют согласно сайту CoinGecko. Здесь видно, что рынок зафиксировал такое маленькое снижение за последние 24 часа. Конечно, некоторые криптовалюты скорректировались чуть больше, но я имею ввиду вот эти ключевые криптовалюты. Поэтому я считаю, что криптовалют как Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano продолжают консолидироваться, но другие криптовалюты начинают как будто бы снижаться или они немножко снижаются. И я хочу сказать, что сегодня я собираюсь проанализировать график Uniswap, текущая цена 16,5$. Давайте мы проанализируем Uniswap, потому что достаточно интересная криптовалюта, токен децентрализованной ведущей биржи, и достаточно практически сильный рост был в начале года. Я давно не анализировал эту криптовалюту, так что давайте сейчас посмотрим на ее график. 16,5$, текущая цена. Начинаем с месячного таймфрейма. Итак, график достаточно коротенький, потому что мы знаем, что токен начал торговаться на ключевых биржах в второй половине прошлого года, точнее в сентябре. Поэтому пока еще здесь нет даже 12 месяцев, но все-таки мы попытаемся провести технический анализ. Итак, здесь практически был рост. Потом сформировалась медвежья свеча, которая попыталась поглотить вот эту последнюю бычью свечу, и после этого началось движение вниз. То есть у последних свечей мы наблюдаем, что есть упускающиеся локальные вершины, и это, конечно, медвежий сигнал. Однако последние впадины примерно на одном и том же уровне в 10, 12 или 13 долларов. Это говорит, что в этой зоне вот здесь начинает формироваться поддержка. То есть здесь есть поддержка, здесь практически медведи продолжают давить на цену. То есть в целом я бы сделал вывод, что на данный момент медвежий сигнал продолжается, но появляется где-то поддержка. Это не значит, что вот сейчас нужно покупать, цена пойдет вверх. Нет, это просто поддержка. Мы даже не знаем, сможет ли она сохраниться, но просто она пока появляется. Итак, Weekly. Рост, коррекция, глубокая и быстрая, отскок, продолжение коррекции. На данный момент ничего бычего нет. Я хочу здесь показать, что есть последняя свеча, которая практически вот это пытается поглотить вот эту бычью свечу. То есть если это произойдет, это медвежий сигнал. И на данный момент медвежий сигнал, он и на улице наблюдается, потому что последняя свеча медвежья, она может поменяться до конца недели достаточно времени. Но у этих свечей шаг за шагом медленно опускаются вершины. Поэтому быки должны быть очень аккуратными. Переходим к дневному таймфрейму. Вот он график. Если перейти к линейному графику, здесь сразу видно, что идет череда из падающих вершин. И здесь появляется поддержка. Вот локальная впадина, которая примерно на одном и том же уровне. Но вот эта линия сопротивления, она идет вниз. Вот эта вершина чуть глубже упустилась, то есть не так близко она к линии сопротивления. Но идею мы понимаем, что здесь идет череда из падающих вершин. И на самом деле, если перейти к более коротким таймфреймам, можно более правильно попытаться нарисовать вот эту линию. Сначала она была вот так. Здесь график попытался перейти через эту линию. Соответственно, ее немножко сдвинул. Я что сейчас хочу сказать. Тут, может быть, можно утверждать, что есть некий треугольник. Фигура продолжения тренда. Либо в таком виде, либо вот в таком виде. Такой растянутый треугольник. И по сути, это маленький потенциал к росту, который говорит о том, что до этого тренд был растущим. График зашел в эту коррективную фигуру здесь. Может быть, это даже флаг, а не треугольник. Каждый уже сам для себя решает. Идея такова, что есть маленький шанс, что от этой поддержки цена может возобновить движение вверх рано или поздно. И я хочу сказать, чтобы для того, чтобы это произошло и чтобы закрепился некий сигнал, на котором практически можно попытаться зайти в рынок, для начала необходимо, чтобы график перешел через вот эту линию сопротивления. То есть, если нарисуется вот некое такое движение, которое практически пойдет вверх, протестирует обратно вот эту границу и снова пойдет вверх и перешагнет вот эту вершину. Вот здесь уже можно подключаться на покупку. На данный момент все очень рискованно, и мы понимаем, что череда из падающих вершин может продолжиться, и график может продолжить идти вниз по этой линии сопротивления. И поэтому нужно быть очень-очень аккуратным. На данный момент я бы просто понаблюдал пока еще за графиком, потому что никаких четких ясных сигналов, указывающих на отскок, на данный момент нет. Итак, друзья, на самом деле у меня на этом все. Спасибо за ваши просмотры. Поделитесь, конечно, вашим взглядом по графику, унесав в качестве комментарий ниже этого видео. Я вам, конечно, всем желаю удачного дня, удачи на финансовых рынках, здоровья на первом месте и до следующего обзора. С вами, как всегда, в это время был AdCripSpa. Продолжение следует...